Наверное, один из самых интересных смартфонов, защищенных смартфонов этого года. Это Ulefone Armor 21. С вот таким вот огромным количеством аксессуаров, которые я накупил к нему. Тут и чехольчик у меня есть, и микроскопчик, и эндоскоп, и док-станция, и вот такой вот интересный автомобильный держатель. Короче, все это на канале Технозон. Кстати, видели, у него даже такая блютуз-колоночка по типу есть очень громко. Все это на канале Технозон. С обзором поехали. Знаете, когда вот я тестировал более дешевые смартфоны, я как бы видел их функционал и понимал, что, ну, все красиво, все нормально, в том плане, что за его деньги они что-то там делают. Когда я взял в руки этот смартфон, я понял, что вот попытка Ulefone сделать его вообще каким-то универсальным и для каких-то рабочих специальностей, для автомастеров, для каких-то, ну, я не знаю, для монтажников, электромонтажников, для, допустим, для тех же электронщиков, которые что-то паяют, потому что вот этот вот микроскопчик, он очень-очень неплохо работает до X1000, да, от 50X до 1000X увеличения. И сам по себе смартфон большой, мощный на Helio G99 на процессоре с нормальными камерами. А знаете, что тут еще есть? Камеры ночного видения. Да ладно, ребят, камеры ночного видения при этом нормальные. А ну, Алексей, гасите весь свет, сейчас мы кусочек записываем сразу на камеру ночного видения. Сейчас Алексей будет меня снимать. Вот, чтобы вы понимали, вот я сейчас снимаю видео, вот я вижу Алексея, да, инфракрасник палеца, то есть инфракрасная подсветка палеца, то есть у нас кромешная тьма в студии, но вы меня видите. И одновременно, Леша, вставишь вот это вот видео, слышишь, чтобы люди видели, что мы в кромешной темноте это снимали. И одновременно, то есть можно делать и фотографии ночные, и видео снимать. У него есть полноценная камера ночного видения, отличная камера. Все, давай, переходи на нормальный свет, а то мне страшно. Воу, включили свет, конечно, аж ослепило. Да-да-да, как вампиры, но камера ночного видения есть. И сама по себе камера достаточно удачная, здесь нормальные модули. Сейчас мы еще раз смотрим, что заявляет производитель, но вы сейчас видите огромное количество фотографий, которые у вас мелькают. Это в хорошую освещенную погоду очень даже неплохо. В вечернее время суток снимает, ну так себе, но очень неплохо снимает в хорошую освещенную погоду. И плюс с хорошим разрешением. Видео 30 Гц до 2К. Тут нам, в принципе, особо обсуждать нечего, но скажу вам так, что для оценки этих фотографий я предоставляю вам выбор самим. Вы можете скачать оригиналы в описании под видео и просто-напросто сами оценить качество этих самых фотографий и видео, которые у меня есть. Мы сначала посмотрим, что там заявляется производитель на сайте, а потом уже рассмотрим аксессуары. Я вам немножко расскажу и пойдем уже тестировать. Armor 21. Кстати, стоит он вот AliExpress. Ссылки на проверенного продавца я разместил в описании под видео. Можете пойти посмотреть актуальную цену для вашей страны. Продается он с различными вариантами. Есть со стеклом. Кстати, у этого стекла, вы на распаковке увидите, есть стекло в комплекте. Продается, можно либо купить с кейсом. Кейс мы тоже рассмотрим. Можно купить с кейсом и держателем автомобильным. Можно купить с док-станцией. Можно купить, например, с док-станцией и кейсом. Можно с эндоскопом. Можно с микроскопом. А можно, допустим, с кейсом эндоскопом и с кейсом микроскопом. Вообще, на каждый из этих отдельно, узнать тоже цену, отдельно эти аксессуары продаются для Ulefone. Они отдельно. Есть ссылки, я разместил отдельные ссылки в описании под видео. Давайте смотреть, что они нам тут рассказывают. У нас Full HD Plus экран 120 Гц. На защищенном смартфоне 120 Гц. Это 1080 на 2408. 16 на 256. Это имеется в виду, что у него 8 и плюс 8 можно дополнительных сделать. 6-нанометровый Helio G99 процессор с А76 ядрами. На андроиде 13 с батареей в 9600 мА. Теперь и с поддержкой быстрой зарядки в 33 ватта. С поддержкой GPS, GLONASS, Baidu, Galileo на андроиде 13. Теперь, что у нас тут? Есть у нас Ambient режим. Вот такой вот цветастый с обалденной колонкой. Чтобы вы понимали, что если я включаю здесь музыку, я, конечно, еще в обзоре ближе покажу. Просто включаю музыку, то я получаю очень прикольный момент сейчас. Это очень громко. Это очень громко, потому что здесь динамик очень крутой. А при использовании, допустим, каких-нибудь сервисов по типу, допустим, того же самого YouTube Music, если я включаю свой, допустим, клип сейчас, он будет громкий, конечно, я сделаю потише. Но чем тише делаете, тем у вас уменьшается яркость, тем больше уменьшается яркость вот этого Ambient режима. Его вообще можно в настройках отключить. То есть я сейчас тише сделал, и вообще и яркость его меньше стала. Делайте громче, и яркость увеличивается. То есть вот таким вот образом. Очень громкий, прикольный динамик. То есть в этом плане, конечно, классно. Он защищен по стандарту IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это военный стандарт, который защищает от падения, от вибрации, от песка, от тамшока, от чего угодно. Кстати, вот ближе вот эти бампера мы рассмотрим, конечно, уже в самом обзоре. Но вы сейчас видите видосик, где он у меня просто-напросто на природе лежал под водой. Красивое видео, красивое видео под водой. Потом он был грязный, и потом я просто взял, вот вы тоже видео видите, я взял его на автомойке, взял и помыл. Просто и забыл про это. 64-мегапиксельная основная камера, экранчик 6,58 дюймов. Есть инфракрасный порт для управления всеми вашими устройствами. Это значит, здесь можно настроить, допустим, ремоут контрол вашего телевизора, либо чего-то еще. Есть, конечно же, NFC и U-Smart Expansion Connector. Сейчас мы его рассмотрим отдельно. Дальше, дальше, дальше. Тут расписывают красиво так. Смотрите, есть... Как вот они, видите, его купают. Подпадение с полутора метров, 30 минут. Сами камеры описывают. Камеры будем рассматривать тоже отдельно. 16-мегапиксельная камера у нас основная. Кстати, вот камеры здесь более-менее нормальные. Я вам скажу, вот для защищенных смартфонов, обычно там встречаешься, они не делают упор на защищенных смартфонах на камеры, а здесь вот как-то они сделали интересно. U-Smart Connector. Слушайте, ну тут больше рассматривать-то нечего. Они, конечно, пишут все красиво и хорошо. Но, думаю, нам лучше с вами сейчас посмотреть. Да, кстати, Mali-G57 у нас, даже поиграть сможем. И основная камера это IMX 686 сенсор. 85-градусный, с апертурой 1,9. Night Vision камера 24-мегапикселя. Слушайте, 78-градусная, а где у нас пишет видео до 2К 30 Гц. Все в 30 Гц, не знаю, почему не сделали, допустим, тот же самый 60. И фронталочка у нас 16-мегапиксельная. Это Sony IMX 481 сенсор, 76-градусная. А что, ширика у нас нету, да, такого нормального? Но нормального ширика нет. Ну и хрен с ним. А нафига нам ширик в защищенном смартфоне. Не понимаю, рыбий глаз, наверное, смотреть. 33-ватта у нас зарядочка. Ну, в принципе, тут уже, знаете, там рассказывать еще что-то нам нет смысла. Вы поняли, ссылки в описании под видео. Давайте с вами уже переходить и посмотрим его комплектность. По крайней мере, в моем случае. Как выглядит у нас чехол? Вот этот вот чехол, который покупается, это чехол, который подразумевает под собой монтаж чего-то дополнительного. Мы его вставили. У нас есть клипсочка. Мы вставили клипсочку и куда-то закрепили себе четкая штукенция. Также у нас есть вот такая штука, чтобы подвесить куда-то. Тоже все это крепится очень-очень неплохо на тот же самый чехол. Без чехла вот такую клипсу получить не удастся. Вы подвесили и ходите, да, там, куда-то. Кстати, подойдет он и для пожарных, и для военных, и для строителей, и для путешественников. Для чего еще? Для кого угодно. Сама по себе док-станция вот таким вот образом работает. Док-станция на магнитах. А, она не рассчитана на чехол. Чтобы вы понимали, с его корпуса можно ходить без чехла. Чехол здесь это тупо крепежный элемент. Такой вот, без корпуса он встал в чехол. Смотрите, то есть по магниту держится. Сзади у нас на нем есть Type-C и расширитель USB. А вот теперь самое интересное. Ну, вот это еще есть у нас автомобильный, на который крепится тот самый чехол, допустим. Тот же самый чехол. То есть автомобилочка есть. Раз, закрепили, и все, у вас он держит. Выдерживает вот эта автомобилка с большой присоской. Большие веса. Большой вес, на самом деле. Если так быть точным. Ну, давайте сейчас я вам покажу. Вот здесь вот самое интересное, что меня интересует, это микроскоп. Ну, с микроскопом все понятно. И эндоскоп. Микроскоп очень хорошо подходит для, допустим, тех же самых электронщиков. Здесь для того, чтобы подсоединить, нам нужно будет выкрутить один винт. Он должен быть без винта, если мы постоянно пользуемся. Вот это все в комплекте к микроскопу и эндоскопу идет. Микроскоп подключается очень тоже просто. Давайте это все уберу, чтобы вам было видно хорошо. Просто здесь у нас крепежи вставляются вниз. Вот таким вот образом закрутилось. Все. У нас есть коннект. Кстати, микроскоп уже включился. Я в прошлый раз не выключил, просто освещение. У нас есть крышечка даже. Мы сняли крышечку. У нас есть тысяча микроскоп с таким себе вот увеличением в тысячу, я не знаю, как это назвать. Тысяча крат. О, да, молодец, спасибо, Леша. Возьми себе конфетку с полки. А вот и включился наш ультра-смарткам, который, ну, грубо говоря, отвечает за микроскоп. Вот, пожалуйста, у нас. Я сейчас включу здесь запись, наверное. Здесь можно и видео снимать. То есть у нас сейчас снимают видео с микроскопа. Вот мы можем поднести к нему отверточку. Вот она, отверточка. Вы можете... Давайте освещение включим. Во, у нас есть освещение. Это очень неплохо подходит для монтажников электрооборудования. Давайте четкость наведем. Для монтажников электрооборудования. Например, тот же самый винтик. Смотрите, как здесь будет выглядеть. Не электрооборудование. Имеется в виду для тех, кто чинит микроэлектронику. Блин, его еще найти надо. Здесь, конечно, нужно будет чуть-чуть с держателем... Вот, вот он. С держателем поработать. Но если мы возьмем какую-нибудь плату... А ну, дайте мне, пожалуйста, там SSD-шник, например, там, в этом... А вот, да, подойдет. То есть, если мы возьмем какую-нибудь плату, то паять это дело... Ну, нам чуть-чуть выше его надо поставить. Грубо говоря... Ну, давайте сейчас посмотрим. Во! Нужен, конечно, держатель повыше. Просто с держателем. То паять это все вам станет намного-намного проще. Рассмотреть микросхемки. Рассмотреть все, что угодно. И, в принципе, использовать спаяльные станции. Но это то, что касаемо микроскопа. Микроскоп для меня такая себе штука. Я не очень люблю микроскоп. И никогда не увлекался этой темой. Эндоскоп. Эндоскоп мы долго с Лехой думали. Куда заглянуть с этим эндоскопом? Леха, куда будем заглядывать? В кондиционер. В кондиционер. Пошли в кондиционер. Во-первых, мы можем регулировать освещение с него. Он еще есть с подсветочкой. Ну, покажи его. Вот. Вот здесь есть подсветочка. Можем выключить, можем включить. Давай, включим. Здесь тоже пишет у нас. Полезли в кондерчик. А ну, дальше, дальше, дальше. Опа, 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 опа. Там мотор. Там моторчик. Вы видели? Даже освещения хватает. Сейчас Алексей вот так вот будет держать. Он туда залез. Освещения хватает для того, чтобы понять, что внутри. Пошли. Все, хватит этого снимать. Люди, в принципе, поняли принцип. Слушайте, ну, это прикольная штукенция на самом-то деле. Для чего она может использоваться? Вы же понимаете, да? Посмотреть куда-нибудь под дверь. Заглянуть куда-нибудь в труднодоступные места в автомобиле. Просверлить где-то дырочку. И посмотреть, что происходит за какой-нибудь стеной. Это все будет работать. То есть, очень классная штука. Очень классная комплектность. Мы сейчас переходим потихонечку к тестированию этого смартфона. И уже там будем, конечно же, с вами определяться. Но тема классная. Тема действительно классная. И смартфончик того стоит. Все. Перешли на тесты. Я пока закручу винтик. И встречаемся уже на выводах. Улефон Armor 21. Теперь у нас к нему идет вот такой вот эндоскоп. Вот такой вот автомобильный чехол. Вернее, автомобильный держатель. Вот такой вот крутой чехольчик. Давайте. Что у нас еще есть? У нас есть в комплекте микроскоп. И есть еще в комплекте док-станция. Вот так вот. Док-чарджер для него. Давайте все это распакуем быстренько. Посмотрим, что оно из себя представляет. Потом уже будем тестировать. Сам по себе Улефон. Я вам скажу, это премиальный бренд среди защищенных смартфонов. Достаем. Достаем Улефон. До него доберемся. Посмотрим, что в комплекте. Тут под низом есть у нас блочок зарядки. Кабель. Кобелечек. Кобелятку. Ну, давайте. О, зарядочка. Сколько у нас зарядочка? Понять бы, мать его, за ногу. Так, вижу 15 ватт. 30 ватт максимально. Сколько ватт максимально? Не вижу, блин. Так, 33 ватта максимально. Быстрая зарядка. Это PPS 3.3 вольта. 11, ой, 3.3. 11 вольт, 3 ампера. Вот, 33 ватта. Ну, в принципе, я вам скажу, то, что быстрая зарядка. Есть, это хорошо. Кабель быстрой зарядки тоже у нас в комплекте. С этим плюс. Теперь. Здесь у нас скрыто. Что у нас здесь скрыто? У нас есть защитное стекло. Нифига себе. Скрепочка. Скрепочка. И есть вот такой вот ремешок. Это вот то, что касается у нас комплектности. Теперь сам смартфон. Вот тут вот все интересно. Достаем смартфон. Видим сразу. IP68, IP69K. 122 децибелла ambient speaker. Это, грубо говоря, колоночка. Сейчас рассмотрим. Инфракрасник. Управление инфракрасником. Mediatek Helio G99. 8х256. 120 герцовый экран. 6,58. Две камеры. 64 мегапикселя. И 24. И 24 мегапикселя. Я не ошибся. 9600 мА батарея. U-Smart Expansion Connector. Это значит же для подключения дополнительных вот этих вот различных штук. И Android 13. А вот что сзади у нас. Ну, давайте по бачкам. Качелька громкости. Есть дактилоскопический сканер, само собой. С кнопкой совмещенной. Смотрите, как быстро включает. Есть NFC. Ну, сразу говорю, есть NFC. Он у нас включенный. Он весь. Здесь металлическая вставка. Здесь у нас резина такая. Или резиненный пластик. Непонятно. Ну, очень-очень крутой. Также у нас здесь есть, смотрите, разъем для TF-карт и SIM. Здесь нам как раз понадобится скрепочка. Которая у нас тут где-то лежит. Вообще, по-настоящему защищенные смартфоны без скрепки открывать достаточно тяжело. Вот мы открыли. И достаем наш лоток. Все, достаем лоточек. Да, без скрепки открыть его тяжело. И здесь еще один плюс. Это два, две SIM-карты можно ставить и карту памяти отдельно. То есть в этом уже огромный плюс этого смартфона. Мы имеем вот такой вот богатый интерфейс для вставки различных карт. Есть кнопка для PTT или для любого назначения, которое есть. Конечно же, есть внешний интерфейс для подключения вот этих вот всяких микроскопов, эндоскопов и всего остального. Сзади есть у нас разъемы для док-станций для зарядки. Вот это вот Ambient Camera. Ну, Ambient Dynamic. Я его сразу сейчас включу. Увидите, что он светится. Ой, я включил звук. Включил звук и начало воспроизводить. Сильно громко. Но он начинает светиться чем громче, тем ярче. Я сейчас делаю тише. Видите, я делаю тише, он становится не таким ярким. То есть такой себе полный Ambient Sound. Если вы слушаете музыку тихо, то, само собой, идиоды работают тихо. Остановим музыку, чтобы не было у нас претензий. Ничьих претензий. Также мы видим два модуля камеры. Есть у нас Night Vision Camera. Это немаловажный момент. Обязательно сейчас тоже ее протестируем. Снизу у нас есть разъем и для наушников тоже. Как его открывать? Вот она пальцем приноровится. У меня ногтей просто вообще нет. Вот он. И для наушников, и Type-C. То есть, само собой, везде заглушки. Согласно IP69K и IP68 и плюс-милост D810H. Вот такой вот интересный смартфон. Сам по себе защищенный, тяжелый. 10 000 мА батарея. Давайте дальше смотреть, что у нас есть. Есть у нас цифровой микроскоп. Смотрите. Цифровой микроскоп Ulefone с зумом. С зумом подключается это все. Вот, видите, у нас подключение. Смотрите, сюда заводится эта штучка. Раз. Для того, чтобы его инсталлировать, вам нужно будет использовать вот такую вот отверточку. У нас есть здесь дополнительные винтики. Смотрите. Как заглушки. Почему? Потому что для использования его в качестве инструмента, вам придется в любом случае открутить вот этот вот один винт. Есть запасные. Есть запасные. Вы вставляете эту штуку и вот так вот закручиваете. То есть, у вас получается вот такой вот инструмент с цифровым микрофоном. Давайте снимем вот эту нафиг штуку. Разместим куда-нибудь. А потом уже будем смотреть. То есть, вот таким вот образом мы подключили. И у нас он работает. И потом уже я вам покажу, как это все работает чуть-чуть дальше. То есть, отключаем микрофон. Микрофон у нас. Ой, микрофон. Господи. Микроскоп. Микроскоп у нас с подсветкой, с зумом и до 50 до 1000 приближения. Плюс у нас есть к микроскопу вот такая вот, смотрите, штукенция. Вот такой вот держатель. Куда вы его вставляете? Просто фиксируете. И у вас есть микроскоп на держателе. То есть, что-то вы сюда подложили и что-то будете делать. Это очень классная тема. Кстати, действительно классная. Пока не закручиваю. Почему? Потому что у нас есть еще эндоскоп. Эндоскоп примерно по такой же, по такому же принципу. Сейчас мы его достанем. Он крепится по такому же принципу. У него тоже есть вот такая же отверточка в наборе. То есть, вот таким вот образом он у нас коннектится. Тоже вставили. Чем отличается микроскоп от эндоскопа, я думаю, объяснять не нужно. То есть, вставили, закрутили. И у нас эндоскоп уже подключен. Ну, как им пользоваться, мы тоже потом вам покажем. В общем-то, действительно очень крутые аксессуары. Мы это понимаем. Сейчас закрутим наш винтик. Потому что нам нужно восстановить целостность этого действия. Очень хорошо, что дают запасные винты. О, все. И инструменты для того, чтобы его разбирать и собирать. Убрали. Теперь рассматриваем док-станцию. Потому что у нас есть еще чехольчик. Док-станция вообще топ. У нас есть, смотрите, кабель. И есть вот такая вот дожка. Это просто класс. Смотрите. Поставили. Доставили. И поставили. Ой, он все, он прилип. Он просто прилип. Он что, на магнитах? Да, он на магнитах. Он на конкретных магнитах. Смотрите. То есть, если я так поставлю, он... Оп, и прилип. Тогда док-станция на магнитах. А плюс есть еще и USB-выход. Очень прикольно. Слушайте, вообще. Что у нас здесь есть? А-а-а. Еще держатель. Ёлки-палки. Класс. За док-станцию вообще отдельное. Спасибо Улефону за то, что они его создали. Есть автомобильный держатель. Фирменный. Смотрите. То есть, раз. И у нас вот такая вот держалочка. Присосочная. Но она крепится к чехлу. Ну, давайте чехол. Дойдем уже до чехла. Потому что тут вот прям расколбаться. Вы видели, сколько я всего-то купил. Это просто жесть. Смотрите. Да, вот к чехлу идет вот этот весь момент. И здесь вот самое интересное. О, клипса. Клипс, увидели? А есть еще вот такая вот клипса. Это для... О, ты ж. Во! Приколюшка. Это клипса на, допустим, на ремень. На нагрудный. Или на боковой куда-то. Или за пояс. И вставляется это все таким вот образом. Смотрите. Оп-оп. Во-первых, у нас колоночка. Здесь вот находится на этом уровне. Что она не будет ничего с ней происходить. Во-вторых, у нас клипса есть. И плюс еще для автомобильного держателя. То есть вы вот так вот. Раз. Поставили и держится. То есть этот автомобильный держатель. Я понимаю, почему здесь не магнитка. Почему здесь ничего подобного. Потому что выдержать вес этого смартфона тоже нужно уметь. И отстегивается очень просто. Вы просто... Ну... Это, знаете, это не для повседневного, конечно же, пользования. Все дело. Вы понимаете, для чего эти смартфоны используют. То есть если ехать куда-то, то долго. Если для чего-то использовать, то все это настолько практично. Настолько вот... То есть он просто держится. Регулируется по высоте, по выносу. Давайте. Вот по высоте и по выносу тоже регулируется эта штука. Вообще обалденно. Ну что? Будем... Я пошел его настраивать. Будем включать и тестировать. Так, смотрим. Вот так вот в чехольчике он выглядит. Чехол, конечно, зачетный. Но тестить будем без него. Вот так вот, скажем так, решение голое. Ну, давайте вблизи чуть-чуть. Его помучаем. И поехали. Сразу по экрану. Экран... Блин, ну яркий экран. Яркий, прикольный экран. При этом есть автоматическая регулировка. Сейчас оно снизило. И, кстати, снизило, потому что очень у меня яркие осветители. И оно снизило до половины. И вы сейчас прекрасно видите, но осветители реально у меня диодные. Стоят большие осветители. Хороший, яркий экран. По яркости отлично. Первое, что бросается в глаза, это вот пульт. Короче, ну, могу в принципе выбрать. Видите, у нас тут есть поддержка. Кондиционер. Верхняя коробка. Это что? Верхняя коробка. Сет топ-бокс. Это TV-бокс. Телевидение, проектор, коробка. Просто коробка. Вентилятор. Лампочка. DVD-диск. Функция. Камера. Водонагреватель. Есть водонагреватель на ИК-шке, да? Прям прикольно. Очиститель воздуха. Робот. Подметатель. Электрический нагреватель. Электрические шторы. Давайте телевизор попробуем. Поиск LG. У меня LG. Еще сейчас включим. А ну-ка. Давай пробуем. Нет, не работает. Просто напротив меня LG. Нет, не работает. О, включился. Блин, включился. Он реально включился. Сейчас я возьму камеру. Давайте вернусь. И засниму вам. Так, смотрите, оно ромкость. Сейчас. Во, заработало. Смотрите, телек выключен. Нажимаем. Сейчас посмотрим. Опа, заморгал. Смотрим. О, включился. Так, вот этот пульт работает. Есть ответ. Выбрали. Так, а ну-ка, кнопка ОК. А что кнопка ОК нам дает? О, появляется у нас, смотрите, кнопка ОК. У нас появилась. Так, есть ответ. Ответ. Кнопка лист. О, есть. Смотрите. Кнопка лист канала. Оно переключает. Есть ответ. Сохранить пульт. А ну, сейчас мы попробуем громкость. Да, и громкость работает. Ой, у нас сбивается чуть-чуть. Пробуем. О, появилась громкость. Слушайте, ну работает. Пультец работает. Хорошо. Зачет. С этим согласен. С пультами все нормально. Я что-то, знаете, сразу так увидел. У меня четко захотелось. Смотрите, какая плавность. 120-герцовый экранчик. 120 Гц. И прям приятненько. Ну, давайте пойдем в настройки. Где у нас тут вообще настройки? Настройки. Ну, Wi-Fi 5 Гц. Само собой поддерживает. Подключенные устройства. Это Bluetooth у нас. Android Auto поддерживает. Это все понятно. Больше сетей подключений. VPN. Так, экран. Экран. Светлая темная тема. Адаптивная яркость. Ночная подсветка. Ага, понятно. Заблокировано управление. Уведомление привело. Автоповорот. Screen Fresh Rate. Все. Смотрите, мы можем поставить 120 Гц. Можем поставить высокий. Но это динамический. Можем поставить просто высокий постоянно. Но используют больше батареи. Можем поставить высокий и стандартный 60 Гц. Высокий просто у нас 90 Гц будет. И что у нас здесь? Переключить отображение экрана. Понятное дело. Стандартные фичи. Андроида. Infinite Halo. Ооо, вот это уже прикол. Смотрите, Notification Halo. Что такое Halo? Это вот это вот кольцо, которое у нас моргает. Давайте. Music Halo. Смотрите, как оно моргает. Вот таким вот образом. Во время музыки оно будет вот таким вот образом переливаться. То есть это вам пример того, как оно будет работать. Смотрите, какое есть. Классический Halo. Вот такая вот штука. Просто перелив в одном каком-то спектре. Есть у нас DJ Halo. Вот это. Оно как этот. Видите, как эквалайзер работает. Еще есть Counter Circle. Оно. Фух. Симпатичненько. И ритмовый. Где-то. Блин, я случайно нажал. Вот он ритмовый. Блин, ритмовый. Красивый. Какое. Вы видели? Красиво. Красиво. Действительно красиво. К тому же у нас есть. Видите, мы можем здесь использовать различные моменты для нотификаций. То есть для уведомлений. Персонализация обоев. Тут нас ничего не интересует. Это все стандартные фишки Android. Пользовательская кнопка. Вот она. Смотрите. Щелкать раз. Мы можем либо пускать звукозапись. Ой, классная штука. Включить карманный канал. Фонарь. Отсекание экрана. Включить подводный фотоаппарат. Здесь есть подводный фотоаппарат. Да ладно, слушайте. Здесь есть... А, он знаете чем отличается? Тем, что не будет срабатывать кнопка. Но он может снимать под водой. Поняли, в чем фишка? То есть есть подводная съемка. Это как бы приятно. Приятно. Что-то еще можно включить SOS и ZELO. Ну, ZELO мы не будем использовать, потому что я ZELO не доверяю. Также можно нащелкать два раза и нажать... Долгое нажатие сделать. Умное касание. Модуль жеста. Это все тоже фишки. Батарея. Батарея тут вообще какое-то сумасшедшее действие. Я тут его то заряжал, то не заряжал. 183 дня назад 100% зарядка. Короче, такое. Что же знает, что? Но батареи хватает. Ну, при моем использовании на 2,5 суток вообще даже... Ну, вообще не морочился. Я его даже не заряжал. При том, что она поддерживает быструю зарядку до 33 Вт. Так, местоположение. Система о телефоне. Android 13, Mediatek 8, плюс 8. То есть, у нас есть расширение памяти. Экран 1080 на 2480. 16 мегапикселей. Front 16, задник 64. Ну, слушайте, тут... А, знаете, что еще есть? DuraSpeed. Это ускорение игр. То есть, позволяет ускорить работу активного приложения. Ну, в принципе, выжимает максимум для какого-то активного приложения. Если посмотреть на систему, то это у нас Ulefone Armor 21. MT6789 платформа. 8 гигов базовой. 256 хранилища. Bluetooth 5.2. И центральный процессор. Уже такой известный мне. Я его тестировал на других платформах. Mediatek Helio G99. MT6789. Это 6 ядер Cortex-A55. И 2 ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц. 55 на 2 ГГц. 6-нанометровый, 64-бит. Полноценная система. За ускорение у нас отвечает Mali-G57 MC2. Классная тема. 120 Гц экранчик. Ну, тут у нас, само собой, подключение Wi-Fi. Доступа к температуре нет, как у всех защищенных смартфонов. И батареечка у нас здесь 9600 показывает. Можно спокойненько ее заряжать. Теперь проверяем работу датчика отпечатков пальцев. Берем в руки. Прикладываем. Мгновенная разблокировка. Смотрите. Работает просто отлично. Давайте еще раз учу. Ну, все суперово. Для того, чтобы дальше нам протестить, нам нужно сделать тротлинг-тест обязательно. Хотя нету доступа к температуре. Мы увидим пропуски тактов процессора по графику. Когда он начинает пропускать такты, мы это все дело увидим. Вернемся через время. Частоты не сбрасывал. Провалов нет. Так что с тротлинг-тестом абсолютно все отлично. Тут как бы тоже вопросов нет. По антуту, сейчас мы вам посмотрим, 372 338 баллов. Этого хватит даже во что-то более-менее нормальное поиграть. И тесты в 3DMark это даже подтверждают. То есть, Wild Life Extreme 344. Wild Life простой 1179 на вулкане. На OpenGL 2548 на Слингшот Экстриме. И на Слингшоте 3464 балла. Обязательно нужно что-то запустить. Но до этого мы еще тестим. Так, вскрываем лоточек. Объясню почему. Потому что сетевые возможности будем тестить. Кстати, открою секрет. Лоточек здесь достается с помощью ногтях. Хотя они скрепку положили. Лоток классный. Так, ставим карточку. Карточку вставили. И засунем обратно в наш смартфон. Слушайте, а удобно, кстати, ставиться. С учетом того, что тут заглушки и все остальное. Смотрим, что у нас там получилось. Отключаем. Так, без автоподключения. Отключаем Wi-Fi. И попробуем помучать 4G. Конечно, много здесь мы не получим. Сейчас мы попробуем на какой-нибудь сырвачок. Стартуем. Но, блин, тут надо учитывать мое местоположение. 23-25 мегабит. Объясню почему. В чем вопрос. У меня здесь я не вижу агрегации. 4G+. Не вижу 4G. Только вижу. 22 на загрузку. И где-то там 20 будет на выгрузку до 20. Рассчитывать на то, что здесь будет больше. В моем случае не стоит. Потому что 4G слабоват. Вообще, как таковой. 22 на 14. А вот если брать уже, допустим, Wi-Fi. Тот же самый там 5 ГГц. Есть. И запустим в тех же самых условиях. Давайте посмотрим. То здесь у нас совсем другое дело. Здесь будет там 230. Ну, смотрим. 200. Ну, 200. 200 считаем. 200 мегабит. Вполне нормальная скорость. Для смартфона так уж точно. 200 на 200. А знаете, почему в защищенных смартфонах меньше скорость, чем в простых гражданских? Потому что здесь больше всего. То есть антенны спрятаны внутрь. И целая прям дилемма. А если у вас 2.4 роутер, то мы здесь получим, ну, где-то средний результат. 30-40 мегабит. 40 мегабит в пике было. 31-30. В принципе, для 2.4 это обыкновенный. Средний результат. Ничего примечательного здесь абсолютно нет. Давайте посмотрим на отдачу. Это порядка там тоже 30-40 мегабит. 36. Ну, все. Что тут еще тестировать? Давайте посмотрим. У нас должны быть где-то инструменты. Если это смартфон у нас рабочий, то, ну, для рабочих, то должны быть полезные инструменты. И они есть. Это измеритель высоты, где вы ставите просто-напросто свой рост. И с помощью инструкции, допустим, замеряете высоту. То есть вы должны, видите, есть как инструкция, как это делается. То есть просто-напросто программный высотомер, но достаточно точный с учетом погрешности. Есть обыкновенный компас. Есть у нас гради... Ну, как они называют... Как они его назвали? Градиометр. Слушайте, прикольно. Он точный, пузырьковый. Ну, типа пузырьковый. Есть у нас фонарик. При этом обыкновенный. Горизонт. Мы можем замерять горизонт. Такой тоже себе уровень. Лупа есть. Кстати, лупа... Простой камерой лучше пользоваться. Тревожный сигнал. Что такое будильник? Вспышка экрана. Фонарик. А что у нас будильник? Воу! С вот этим вот динамиком это, конечно, звучит очень сильно. Очень. Ааа! Меня глушит. Капец. Ужас. Есть отвес. Ну, обыкновенный отвес. Кстати, тоже достаточно точный. Барометр. Здесь есть барометр. Для этого, кстати, датчик должен быть. Должен быть. Смотрите. 43 метра над уровнем моря. Высота. Калибровать. И давление даже показывает. Классно. Слушайте. Датчик уровня шума. Ааа! О! Работает. И шагомер. Ну, шагомер такой себе. В каждом смартфоне есть. Что это такое? Мобильный защитник. Да ладно. Им что, отбиваться можно? Кому-то по голове дайте. Тоже мобильный защитник, в принципе. Есть функция найти устройство. Что такое funny sound? Ух ты! Оу! На динамике звучит прикольно. Ааааа! Только зачем? Что такое? Ашремовен. Это знаете что? Ашремовен. Это похоже на извлечение мусора из него. Это надо остановить. Ну, больше из предустановленных инструментов. Только и у смарткам для вот этих вот устройств. Которые я уже показывал вам. Ну, более детально могу показать. Для того, чтобы вы видели, как ими пользоваться. Именно такая детальная инструкция. Объясню почему. Потому что многие просто-напросто не знают. Кстати, скрепка еще у нас от смартфона есть. Забыл про нее. Многие не знают. Дело в том, что, смотрите. Тут есть у нас вот такое вот крепление для нашего зонда. Ну, зонт, не зонт. Там есть обязательно запасные винтики. Откручивается вот этот вот винт. Смотрите, сейчас я покажу. Вот этот винт откручивается. Убирается он куда-то в сторону. И вставляется эндоскоп. Здесь, в частности, с эндоскопом. Вы вставили и закрутили. О, вот он включился. И автоматически у нас включается приложение. Ну, вот смотрите. Мы там, да, видим у нас изображение. Мы смартфон видим. Можем на меня посмотреть. Привет, привет. Это обыкновенная камера, только вот на жесткой такой, на жесткой основе. Она гнущаяся. То есть, можно засовывать куда угодно. С этим мы с вами, это мы с вами поняли. Кстати, тут еще и разрешение можно выбирать. Разрешение этой камеры 1280 на 720 максимальное. Выходим. То есть, то же самое делается и с микроскопом. То есть, коннектор абсолютно одинаковый. То есть, мы с вами уже возможности видели. Вот, микроскоп имеет точно такой же коннектор. Вот он. И точно так же вставляется в паз. И на верхнем пазе закручивается. Смотрите. Включу у нас фонарик включился. Все, вот у нас микроскопчик. Он уже работает. Ну, у нас сейчас стоит тут стеклышко. Я его одену. Вот он. О, смотрите. Текстура нашего этого. А вот кожа, интересно. Кожа. Давайте кожу посмотрим. Ой, на что это похоже? Кожа. На палец. Слушай, вот прикольно. Очень четкое изображение, конечно, я вам скажу. Для микроэлектроники, для каких-то исследований. Прям так уж прикольно-прикольно. Вау. Смотрите, микроскопчик, как работает. Ну да ладно. Микроскоп есть. Это есть. Это все хорошо. Что с мультимедиа играми? Вот это интересно. Потому что люди зададут этот вопрос сто процентов. Это мы откладываем. Закручиваем в обратку наш винтик. Все делается очень-очень просто. Кстати. Вот за это можно спасибо огромное сказать. Так, по мультимедиам. Если брать, допустим, какие-то стрим-сервисы. Вот, пожалуйста, звук работает. Кстати, смотреть фильмы с таким звуком будет достаточно приятно. Вот. Проигрывает отлично. Все. Тут как бы вопросов нет. Да ну, слушайте. Для того, чтобы проиграть, нужен вообще, ты вы бог, за 25 долларов. Я думаю, смартфон за эти деньги так уж точно сможет. Если брать тот же самый YouTube, смотрите. То здесь, конечно, все намного интереснее. Потому что музыка громкая. Динамик громкий. А ну-ка, 4K. GeoPlaces. Сейчас найдем наши GeoPlaces. И включим нашу любимую дикую реку. А ну-ка, включили. И посмотрим на то, что он максимально может у нас воспроизвести. Высокое качество выбрали. Если включить звук вообще, слушайте. Ну, звук прикольный. Это колонка. Она прям вот прикольно работает. А ну, давайте. Статистика для sysadmins. Что, он не дает нам статистику? Эх, не дает стату, гад. Ну, ладно, что ты сделаешь. Но прикольно отрабатывает. То есть, YouTube тоже посмотреть. Короче, киношки погонять, это вообще не вопрос. С играми-то что? С играми. Начнем с PUBG, а потом Yenshin попробуем. Так. Ну, мы в PUBG. Тут у нас сюрпризов быть не должно. Идем в настройки. Настройки графики. Смотрите. У нас высокое разрешение и высокая частота. То есть, оно автоматически такую выбрало. И, кстати, играть на этом очень-очень приятно. Смотрите. Нормально. Детализация и ничего так. Цветопередача хорошая. Яркость хорошая. Звук отличный. Короче, можно поиграть. Прям приятно. А знаете, что хорошо? Он почти не греется. И очень хорошо скользит экран. Вот в той транспортировочной пленке, которая на нем. Я, конечно, бы рекомендовал использовать стеклышко, которое у них есть в комплекте. Что тут с вертолетиком. О, ну все, полетели. Тырим. Полетели, полетели. Мы уже усиленно приземляемся. Нам же еще камеру надо посмотреть. Вообще, какие функции есть в камерах. Мне вот интересно, ширика действительно нет. Сейчас просто поклацаем. Я сколько ходил фоткал, даже не обратил внимания. Ну давайте, приземляемся. Слушайте, в PUBG здесь можно играть вообще без ограничений. Сейчас берем какую-то пуколку, стреляем, проверяем, что оно не виснет при каких-то дымовых эффектах. Ну, кстати, вот бывают такие моменты, что на каких-то слабых смартах тестируешь. Да, ну, здесь вообще все идеально. Я вообще не вижу никаких вопросов. Я какой-то пулемет взял. С чем он мне нужен? Вообще, зачем он мне нафиг нужен? Машинка есть. Да, удобно управлять. Очень чувствительно. 120-120 Гц вообще отлично. Прямо серьезно говорю. Вообще прям приятно. Приятно-приятно. Что ни на кого не напарюсь? Обидный вариант, конечно. Ну, да ладно. Я вчера большой пхабх катал. За одну катку у меня. Я семерых привалил и четверых из них выстрелами в голову из винтовки. Да, было хорошая катка. У нас здесь какая-то печаль. Да, ну, отлично. Все, ничего не виснет вообще. Можно закрывать. О, ну, блин. Да просто работает. Смотрите, опять же. Такая же ситуация. Оп, нет. Есть у нас в Геншине легкие протормаживания. Думал, работает. А легкие-легкие фризы есть. Все-таки слабоват. Проц 300. С чем-то 300 с мелочью в Антуту. Слабовато. Слабовато. Сразу говорю. Не для Геншина данная игра. Не для Геншина. Даже сейчас на меня обидится. Нет, для Геншина она не идет сразу. Вот все, забыли про Геншин. Забыли. Пробуем Call of Duty. А вот в Code Mobile вообще проблем не будет. Серьезно вам говорю. И в Code Mobile, и в, допустим, в Asphalt 9. Что там не так опять? Переподключились. Ну, давай уже. Давай-давай. Поехали. Развлечемся. Тоже, кстати, неплохо на 120 Гц оно как-то работает. Не знаю. Смотрите, вот плавность вообще сумасшедшая. А ну, напишите в комментах. Code Mobile тянет 120 Гц. Потому что очень-очень неплохо. Давай, иди сюда. Нормально, нормально, нормально. Играть можно. А ну, пошли сюда. Сейчас посмотрим, найдем кого-нибудь. Привет. Та идите вы в пень-колоду. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас здесь постоим, подождем кого-нибудь. Слушайте, комфортный гейминг. Реально комфортный гейминг. Давай. Привет. Есть еще один. Здесь сейчас встанем. Подождем. Давай. Иди сюда. Никого нету. Нэн-тын-тын-тын. Все. Есть. Красота. Вот такая вот. Все. Можно выходить. Слушайте, ну можно было бы, конечно, бесконечно играть. Но вообще телефон не для игр. Интересно играть. Но телефон не для игр. Камера. По камере тут, конечно же, все интересно. Почему? Потому что камера неплохая. То есть, если вы... Слушайте, я сейчас... Нету здесь ширика. Я вот так и думал. Здесь нет ширика. Я сразу это сказал. Качество фото и видео. Здесь нет стабилизации. То есть, абсолютно. Вы видите? То есть, есть тряска, когда идешь. При этом качество видео, оно неплохое. Хотя и в 30 Гц. Давайте сейчас я дальше полистаю. То есть, как я уже говорил... Смотрите, какая прелесть. Как я уже говорил, в описании под видео есть у нас примеры этих фото, видео. Они действительно неплохо сделали. Неплохо получились. Здесь у нас тоже видос. Видите, на этих видно, как дергается. Ну, такое себе. В хорошую освещенную погоду. Отлично. Вот, кстати, у нас, знаете, что это за видео? Это у нас видео с микроскопа. Блин, выходит сразу я... Что-то так... Видео с микроскопа. Эндоскопа. Потом... Сейчас найдем с эндоскопа видео. Это у нас темнота какая-то. Вот, видите, мы с эндоскопией делали. Сейчас мы туда запустим его внутрь кондиционера. То есть, вот это мы эндоскопию делали. Это вы поняли, да? Ну, то, что мы показывали изначально. Смотрите, как это все выглядит прикольно. То есть, мы видим здесь пенопласт. Сейчас мы дойдем до двигателя. Эндоскоп, конечно, классная тема. Вообще классная. То есть, мы можем оценить какие-то вещи. Вообще, тут из режимов есть 64 мегапикселя. Пленка, фото. Фото есть. HDR фото. Есть режим искусственного интеллекта. И здесь у нас есть водяной знак. Кнопка громкости. Долгое нажатие. Что у нас долгое нажатие? Серийная съемка или короткое видео можно снимать. В самом видео у нас все тоже достаточно прозаично. Качество видео 2К, FHD, HD и VGA. Есть вариант включения и выключения микрофона. Устранение мерцания и пользовательские режимы. Есть ночное видео, как вы уже поняли. А вот профрежим я что-то не вижу. Или есть профрежим? Есть профрежим. И это тоже большой плюс. Слушайте, я готов выходить, резюмировать данный смартфончик. Уж очень интересный он получился. В качестве выводов скажу. Классный смарт. Реально рекомендую. За свои бабки. Это просто с такими возможностями. Это просто такой себе рабочий классный инструмент. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok